Итак, что сегодня у нас будет на вебинаре, я сегодня предлагаю рассмотреть три вопроса, поговорить о том, какие вообще у нас диссертационные советы в данный момент существуют, в чём особенности, то есть когда мы выбираем с вами что-то, мы должны понимать, из чего мы выбираем. И второй момент, определимся с тем, вообще вы ли будете искать этот диссертационный совет, или для вас это не настолько будет актуально, но для вас важно будет понять, какой это совет, вы готовы к этому совету, вы понимаете, что этот совет от вас хочет для того, чтобы у вас всё сложилось успешно. Ну и для того, чтобы было понятно, как же это выбирать, прям пошагово рассмотрим сегодня, где можно найти информацию о диссертационных советах, на что стоит обратить внимание, что стоит обсудить с научным руководителем при выборе и так далее. То есть абсолютно такой прикладной у нас третий блок будет, собственно говоря, как и весь вебинар. Итак, прежде чем мы начнём, я бы хотела понять актуальность этой темы для вас. Давайте, будьте добры, ответьте мне в чате, есть ли у вас уже выбранный диссертационный совет, то есть что привело вас на вебинар. Если он есть, то напишите, пожалуйста, да, выбран, если нет, то нет или минус, для того, чтобы я понимала, сколько у нас участников этим вопросом всё-таки озадачены. Может быть, кто-то пришёл просто послушать, понять вообще, может быть, эта тема даже и не вставала перед вами, а сейчас вдруг увидели её и захотелось с ней разобраться. Да, не выбран, не выбран, пока нет, вот вижу, выбран, первый год обучения, не выбран, выбран. То есть у нас есть люди и у кого определён уже диссертационный совет, и те, кто ещё пока этим вопросом вот окончательно не выбран, тоже хорошее состояние. Вы хотите разобраться, услышать что-то новое, замечательно. Несколько вариантов, сомневаетесь. Вот это прекрасное состояние, когда вы не находитесь в ситуации, когда вам сказали, вот будем защищаться здесь. И, собственно говоря, вы говорите, ну хорошо, да, может быть, есть советы, которые вам больше подходят. Но чуть позже поговорим, да, на что обратить внимание, как создать себе благополучные условия, а не трудности. Итак, давайте начнём с того, что посмотрим, какие типы диссертационных советов есть и зачем нам это знать при выборе диссертационного совета для собственной защиты. Ну, во-первых, если мы говорим о диссертационном совете, то это специально созданный орган, который есть не во всех научных или образовательных организациях. Он создаётся для того, чтобы можно было предоставить работу диссертационную для защиты и получения степени доктора или кандидата наук. В былые времена, кто вот постарше помнит ситуацию, при которой раньше у нас были советы кандидатские, так называемые, и докторские. И вот кто помнит такую ситуацию, поставьте плюсики, чтобы я понимала, что вы давно уже в теме. Это так в народе, да, мы их называли. Вот, то есть это были советы, то есть типы советов различались по типу защищаемой диссертации. То есть, соответственно, если вы готовили докторскую диссертацию, отлично, друзья, отлично. Мы не могли её защитить в кандидатском совете. В данном случае, когда мы говорим о типах диссертации, я имею в виду немножечко другое. В современных наших реалиях у нас типы советов вот на слайде представлены. То есть у нас есть первый тип советов. Это советы, деятельность которых регулируется Министерством образования, они подотчётны. ВАГ, если мы говорим о втором типе советов, то это советы, которые относительно недавно, не могу сказать, что совсем недавно появились, уже есть какой-то опыт наработанный, мы поэтому сегодня о них тоже поговорим. Это советы, которым предоставлено право самостоятельно присуждать учёные степени. И, конечно, когда мы с вами принимаем решение, а где же мне защищать диссертацию, неплохо было бы понимать, в чём особенности защиты в советах первого и второго типа. Ну, давайте посмотрим. Значит, если мы говорим о советах первого типа, то всё, что регламентирует их деятельность, определяется ВАГ. Существует у нас положение о диссертационном совете, в котором чётко записаны те пункты, которые сейчас будут представлены на слайде, чтобы вы были в курсе, да, что вот как минимум вот это нужно знать. Значит, во-первых, в состав такого диссертационного совета включаются доктора наук. Вот это как раз о том, что у нас нет теперь советов так называемых кандидатских и докторских, потому что в состав диссертационного совета входят только доктора наук. Это закреплено положением. Если в вашем совете было иначе когда-то, да, то кандидаты должны были быть выведены из совета, и на их место должны были прийти доктора наук. Либо это лица, которые имеют степень, полученную в иностранном государстве, но не только признанную в Российской Федерации, но и дающие такие же права, да, как и степень доктора наук у нас. Единственным кандидатом наук, который может быть в диссертационном совете, это может быть ученый-секретарь. Поэтому когда вы начнете взаимодействовать с советом или начнете искать информацию о совете, и вдруг увидите, что там есть кандидат наук, это вас не должно пугать, если это ученый-секретарь. Второй момент очень важный. Значит, опять же, диссертационный совет, и вот точно так же, как мы с вами встречались и обсуждали публикации в изданиях ВАГ, если вы помните, мы с вами говорили, что теперь нет такого понятия, как журнал ВАГ. Вот раньше он был просто журнал ВАГ и все. Сейчас он журнал ВАГ по специальности конкретной. Вот по диссертационным советам та же абсолютная ситуация. То есть у нас диссертационный совет, например, создан какой-то, и он не может рассматривать диссертации более чем по трём специальностям. Поэтому, когда мы с вами знаем свою специальность, по которой мы хотим защищаться, кстати, это не всегда однозначный вопрос. Некоторые люди мечутся между двумя специальностями, некоторые защищаются по двум специальностям. И поэтому вот это тоже очень важно учитывать, что диссертационный совет имеет право принять диссертации не по любой специальности. Это важно. Шифры специальности, по которым принимает диссертационный совет и по которым будет происходить ваша защита, должны совпадать. Ну и когда мы думаем, перед каким же количеством людей мы будем представлять свою диссертацию, понятно, что у нас существует формат публичной защиты, то есть на самом деле зайти к вам на защиту может любой человек, потому что процедура открытая. Но с точки зрения членов диссертационного совета их будет не менее 19. В составе совета, безусловно, когда у вас будет проходить защита, может быть количество достаточное для кворума, поэтому может быть чуть меньше членов диссертационного совета, но это однозначно не 5-10 человек. То есть готовимся к тому, что вы будете представлять работу перед значительным сообществом экспертов, и, соответственно, конечно, к этой процедуре нужно должным образом приготовиться, поэтому мы очень часто говорим, когда это про публикации, говорим и на разных других темах, о том, что тренируемся выступать для того, чтобы не растеряться во время защиты, потому что когда вы просто выступаете даже на конференциях или где-то там у себя, может быть, на кафедре, на заседании или на ученом совете, это не то же самое, что защита перед вот таким количеством докторов наук. Сразу хочу сказать, что у нас вот эти диссертационные советы первого типа, их количество достаточно динамично меняется. Ну, по-честному говоря, динамика сейчас немножко снизилась, скорее всего, это связано, динамика изменений, это связано, скорее всего, с той ситуацией, в которую мы попали, ситуацией пандемии, потому что и возможность защиты какое-то время была ограничена, потом предоставили возможность защищаться в дистанционном режиме, но, тем не менее, защиты все равно было достаточно мало, и, в общем-то, ВАГ, наверное, было не совсем до советов, и вот эти оптимизационные вещи, они были не так ярко представлены вот последние годы. Я вам подготовила специальную информацию, чтобы вы понимали, что вот если мы сравниваем с годом начала таких трансформационных вещей, то, конечно, можно сказать, что очень существенно, практически в два раза изменилось, уменьшилось количество советов, то есть найти совет теперь сложнее, чем, например, в 2013 году. Те советы, может быть, с которыми были наработаны академические контакты у ваших научных руководителей, они уже к этому времени, к моменту вашей защиты, могли либо преобразоваться как-то, либо закрыться, это тоже нужно иметь в виду. Ну, и если мы посмотрим на 2019-2021 год, то практически вот это количество не меняется. Сейчас, на данный момент, буквально вчера, проверяя презентацию, посмотрела на данный момент у нас 1672 действующих совета. То есть так-то выбор есть, но, опять же, сейчас я называю цифру только для советов первого типа, то есть это советы, которые созданы, и деятельность которых регламентируется ВАГ. Что полезно знать при выборе диссертационного совета, чтобы не допустить ошибку? Вот я сейчас произнесла термин «действующие советы». На сайте ВАГ вы можете посмотреть эти действующие советы. Я сегодня объясню, как это сделать наиболее продуктивным образом, чтобы получить именно ту информацию, которая вам будет нужна и полезна. Так вот, в той категории, которую вы посмотрите на сайте, размещены только действующие советы. Но, помимо этого, у нас есть советы, деятельность которых приостановлена, и советы, деятельность которых прекращена. Понятно, что те, которые прекратили свою деятельность, они вам неинтересны, да? Но вот я очень часто встречаю на консультации ситуации, когда человек приходит и говорит, мы вот планировали с научным руководителем два совета, вот выбирали между этим и этим, и вот у этого совета сейчас приостановили деятельность. И у человека все, например, написано уже, и диссертации, авторефераты, все. И человек не знает, когда вот эта процедура приостановления деятельности может завершиться. И вот для того, чтобы вы понимали, да, мы вот эти вот категории советов рассмотрим. И вообще, где можно увидеть какие-то проблемности в совете? Опять же, раньше на сайте ВАГ была очень удобно реализована функция просмотра советов. Там был файлик в PDF-формате, вы его скачивали, программки открывали, и там были советы, и деятельность которых приостановлена, и деятельность которых прекращена, и действующие советы. То есть вы могли в постоянном режиме видеть актуальный перечень по всем трем категориям советов. Сейчас у нас такой возможности, к сожалению, нет. Понятно, что это можно узнать какими-то тайными путями, но мы говорим об обычном аспиранте-декторанте, у которого нет ни времени, ни возможности заниматься глубинно поиском вот этой информации, и поэтому он заходит на сайт ВАГ как на официальный источник для получения информации. На что нам нужно обратить внимание, если мы знаем, что есть вот такие советы? Во-первых, в положении о диссертационном совете есть закрытый перечень причин, по которой деятельность совета может быть приостановлена. Во-первых, из-за выявленного несоответствия диссертационного совета тем требованиям, которые установлены этим же положением. По количеству, по публикациям, по статусу ученых, которые входят в диссертационный совет и так далее. Любое требование, которое указано в положении, и оно нарушено диссертационным советом, на этом основании его деятельность может быть приостановлена. Второй вариант – это предоставление недостоверной информации. У нас диссертационные советы, которые под отчетный ВАГ, они не просто так называются подотчетными ВАГ, они отчитываются о результатах своей деятельности. Причем о результатах отчитывается как организация, при которой создан этот диссертационный совет, так и, собственно говоря, члены диссертационного совета по поводу публикаций, грантов и так далее и тому подобное. Поэтому, если там есть определенная нестыковка в этой информации, недостоверность в этой информации, опять же, казалось бы, ну зачем вот это? Но, тем не менее, эти случаи есть в практике, да, и поэтому, да, это тоже причина, по которой деятельность совета может быть приостановлена. Еще один момент – это если нарушается порядок организации работы диссертационного совета. Вот это одна из самых частых причин, по которой приостанавливается деятельность советов. И вот раньше, когда были перечни в виде файлов, да, они и так же, как перечень журналов, рецензируемых ВАГ, вывешивались на сайте, я делала, безусловно, сохраняла себе эти перечни и делала их анализ. И вот эта причина, она занимала первое место одно время по приостановке деятельности советов. То есть, когда нарушаются регламенты, да, то есть неправильно что-то проводит совет. Поэтому, опять же, когда вы защищаетесь, неплохо бы вам понимать, как процедура должна проходить, чтобы вы осознавали, что она происходит так, как должна. А следующий момент — это некорректная подготовка заключения диссертационного совета. Заключение диссертационного совета — это документ, скажем так, итоговый документ, который совет готовит по результатам вашей защиты. И значение этого документа настолько высоко и ценность его настолько значима, что если один только этот документ составлен некачественно, по мнению ВАГ, диссертационную работу могут вернуть в диссертационный совет, и, следовательно, этот документ нужно будет перерабатывать. Причем, обращаю ваше внимание, что вот эта причина никакого отношения не имеет к качеству защищаемых диссертаций. Диссертация может не вызывать никаких сомнений, нареканий и так далее. А вот сам документ, если он составлен недостаточно качественно, он может стать причиной того, что у аспиранта и докторанта могут возникнуть проблемы. Ну и, естественно, это тоже очень частая причина нарушения диссертационным советам требований, которые предъявляются к оформлению аттестационных дел. Когда у вас пройдет процедура защиты, вы будете оформлять аттестационные дела, их будет два, и вот если происходят какие-то нарушения по датам, подписи, формам, время и так далее, нарушения в подаче аттестационных дел, то деятельность совета тоже может быть приостановлена. Ну, казалось бы, но ведь диссертационные советы занимаются этим каждый день, какие могут быть нарушения. Я заострю на этом внимание, потому что это не просто очень частая причина, а она настолько частая, что ВАГ даже выпустил письмо с уведомлением о том, что не допускается нарушение вот в оформлении аттестационных дел, и что будут достаточно серьезные санкции вот вплоть до прекращения деятельности диссертационного совета. Поэтому тоже ваша задача, когда вы будете проходить процедуру защиты, точнее говоря, когда уже ее пройдете, четко следовать рекомендациям ученого секретаря диссертационного совета, ну и неплохо было бы представлять вообще, что такое аттестационное дело, как оно формируется, где там сложности, где какие подводные камни и так далее. На курсе, в частности, мы это все рассматриваем, потому что мы рассматриваем от самого начала, да, от самого названия вашей диссертации и там публикации и до самого конца, что будет после того, как вы защититесь. Зачем я так подробно рассказываю об этих причинах? Потому что очень часто на консультации приходят люди, которые считают, то есть у них с советом все в порядке, он работает, но есть ощущение, что вот прям завтра обязательно мой совет закроется. Так я хочу сказать, друзья, что просто так на ровном месте совет не закрывается. То есть вот в этом смысле не надо создавать как бы панику там, где она не нужна. В положении вот этот перечень, он закрытый. Если ваш диссертационный совет попал в ситуацию при остановлении деятельности своей, то на устранение вот этих неприятных ситуаций ему дается срок 6 месяцев. Если за 6 месяцев диссертационный совет не справится с этой задачей, вот тогда действительно проблемы. Если же диссертационный совет решает эти вопросы, то никаких проблем нет, он возобновляет свою деятельность. Тоже такая ситуация не редкость. Опять же, на сайте ВАК можете посмотреть документы о том, как какие-то советы приостанавливаются, какие-то возобновляются. То есть это рабочий момент, нормально. Но вот по срокам имейте в виду, что если приостановили деятельность, это ни на неделю, ни на две. Это достаточно продолжительный промежуток времени. Где посмотреть? Вот я сказала, есть ли какие-то звоночки, чтобы обратить бы внимание на совет, а вдруг он уже какой-то не очень хороший. Вот в 2016 году ВАК проводил мониторинг деятельности диссертационных советов и сформировал рейтинг диссертационных советов. Конечно, уже прошло, считайте, 5 лет. Может быть, список не такой уж и актуальный, но я по сей день этим списком пользуюсь для того, чтобы вообще понять. А вот диссертационный совет, о котором мы ведем речь, он находился 5 лет назад где? То есть есть советы, которые настолько слабые в то время имели результаты, что представить, что быстро выйти из этой ситуации, ну, сложно. Второй момент. Если вы посмотрите советы вот с того же 2016 года по этому рейтингу и те советы, которые закрывались, закрывались ровно те советы, которые в этом рейтинге имели слабые позиции. То есть этот рейтинг, если он у вас есть, можете использовать для какого-то такого, ну, хотя бы примерного представления о том, что за диссертационный совет перед вами. А что касается текущих звоночков, то, например, мы говорили о том, что диссертационные советы обязаны отчитываться. Отчитываться о своей деятельности они обязаны до 1 февраля. Так вот, на сайте ВАГ вывешиваются перечни диссертационных советов, которые к определенной дате не начинают отчитываться. Это не факт, что они не сделают это там в последний день. Но раз этот совет попадает в эту перечень, для ВАГа это определенный такой сигнал к тому, что совет не очень-то быстро реагирует на те ограничения и те требования, которые для него, собственно говоря, есть. Так вот, сразу оговорюсь, что отчитываются диссертационные советы, даже если деятельность диссертационного совета прекращена, в этом году, за который идет отчет, они все равно отчет подают и приостановлено тоже подают. Так вот, в этом перечне, это актуальный список, который висит на сайте ВАГ, на период января, понятно, что сейчас эта ситуация уже изменилась, было 44 действующих совета. Я это воспринимаю не как, что это советы плохие, но это советы, которые надо иметь в виду, что тут может быть что-то вот не совсем так хорошо, как хотелось. Что касается прекращения деятельности, прекращение деятельности может, безусловно, осуществляться по решению самоорганизации, где существует этот диссертационный совет, но если мы говорим, что это внешние обстоятельства, то это тоже закрытый перечень обстоятельств. Во-первых, это повторное нарушение советом тех требований, которые были выше указаны, это вот пункт 72 положение, и уже за это нарушение, если совет приостанавливался, то все, после повторного нарушения он прекращает свою деятельность. Вторая очень важная причина, тоже причина очень актуальная сейчас, сейчас не всегда, к сожалению, для аспирантов и докторантов ВАГ подтверждает решение, скажем, принятое диссертационными советами. И вот если происходит отмена двух решений о присуждении ученой степени кандидата или доктора наук в конкретном совете, то это повод для прекращения деятельности совета. Поэтому вот здесь я сегодня скажу вам лайфхак, как посмотреть, все ли в этом смысле в порядке у совета. Это важный такой звоночек, на который нужно обратить тоже внимание. Ну и бывают советы, которые в отчете подают информацию о том, что у них нет защит, у них нет никаких результатов. И, соответственно, возникает вопрос о целесообразности деятельности этого диссертационного совета. И раз, если этих результатов, постоянно вот такая ситуация, какого-то такого застывшего состояния совета, то понятно, что деятельность совета может быть прекращена, потому что, ну, нецелесообразна. Что касается вот этих вот причин, да, мы тоже, мы можем их узнать только косвенно. Но когда вы знаете об этой ситуации, у вас есть хоть какая-то возможность проверить этот диссертационный совет. Если вы эти причины и не знаете, вы просто находитесь в панике, вдруг его закроют, вдруг приостановят, вдруг еще что-то, и даже не знаете, почему это может произойти. Поэтому я посчитала важным и необходимым сегодня об этом вам рассказать вот в контексте тех диссертационных советов первого типа, которые регламентированы в АК. Что касается диссертационных советов второго типа, которые мы называем, так называемые, самостоятельные диссертационные советы, перечень этих советов был утвержден еще в 2017 году. Этот перечень наверняка вам известен. Туда входят 23 организации. При этом МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет давно имеют особый статус до этого решения. Поэтому если вы решите защищаться в этих организациях, вы четко должны понимать их специфику. В чем здесь специфика и в каком смысле эти диссертационные советы являются самостоятельными. Но они вообще не подконтрольны. ВАК, то есть в каком смысле? Они создаются самой организацией. Но, тем не менее, ВАК, некоторые такие вещи... Так, у меня здесь, по-моему, не совсем тот слайд. ВАК рекомендовал установить критерии, определение отраслей наук, по которым организации могут создавать советы. Что это значит? Например, если это технический вуз или это медицинский вуз, то понятно, что профиль их советов должен соответствовать главному профилю этой организации. То есть, несмотря на самостоятельность, они не могут сколько угодно по любым отраслям наук открывать советы. Второй момент. Принято решение о том, что ВАК все-таки будет проводить мониторинг деятельности советов. И, несмотря на то, что они полностью самостоятельны в принятии решений, все-таки вот некая такая отчетность, да, она будет присутствовать. Что касается перечня этих диссертационных советов, вы можете сделать скрин или можете посмотреть этот перечень в интернете, его легко найти. Я хочу обратить ваше внимание, что если вы работаете или обучаетесь в этих образовательных или работаете в научной организации, вот научной организации на слайде, то очевидно, что, скорее всего, как бы решение, да, будет защищаться в этих организациях. Поэтому важно для себя понять, что эти советы, во-первых, по-своему формируют сами советы диссертационные. Вот они не обращают внимания на положение о диссертационном совете, которое принято ВАК. У них свой регламент. У них свои требования к аспирантам и докторантам. У них свои требования к процедуре. У них свои требования к публикациям. Они сами разрабатывают дизайн своих дипломов, процедура вручения дипломов и так далее. Экспертизы вашей работы и так далее. Они все-все-все это устанавливают самостоятельно. То есть, чтобы у вас не было иллюзии, что это такие диссертационные советы, которым лишь дали право дать вам свой диплом. Нет. Это диссертационные советы, которые имеют очень высокую степень самостоятельности. Но, когда ВАК принимал решение о том, что будут еще и такие советы, было абсолютно очевидно, что в этих диссертационных советах не может быть требования проще, чем в так называемых ВАКовских диссертационных советах. Поэтому, опять же, выбирая диссертационный совет, вы должны себе отдавать отчет в том, что самостоятельные советы однозначно будут иметь более высокие требования по отношению к вам. То есть, там без вариантов. Можете даже сходить на сайты этих организаций, посмотреть. Я сегодня один из примеров покажу, и станет понятно. В частности, я посмотрела на сайт, ну, я несколько советов посмотрела, но вот здесь мне понравилось, что все четко, мы сразу видим информацию, которая помещается на слайд. То есть, для того, чтобы понять требования вот этих конкретных диссертационных советов, мы должны с вами сходить на сайт диссертационного совета в этих организациях и найти документ, который называется «Положение присуждения ученых степеней» в конкретном образовательном учреждении. Понятно, что на каждом абсолютно ресурсе, где есть такие диссертационные советы, это положение есть. То есть, оно не является какой-то тайной. Его несложно найти. Нужно просто зайти на сайт и посмотреть. Сразу хочу сказать, что, опять же, вот мониторинг нескольких сайтов подобных диссертационных советов показал, что на одних сайтах очень все удобно организовано, все легко находится и так далее. На других это сделать сложно. Мы не теряемся. Если мы не находим какую-то информацию, мы связываемся с диссертационными советами и задаем свои вопросы. Это естественно и нормально, не надо этого бояться. Ну, и вот я один из примеров. Там, на самом деле, можно было не один пример. Вам показать. Один из примеров, касающийся количества публикаций. Опять же, мы с вами, когда рассуждали о публикациях, мы говорили, что теперь у нас есть количественное, не только качественное, но и количественное ограничение по числу публикаций. А оно достаточно конкретное. Там две во всех, по большей части наук при защите кандидатской диссертации, и три, там, по определенным отраслям. Точно так же и по докторской диссертации. Так вот, смотрите, в этом положении, которое сформировано для защищающихся в диссертационных советах УРФУ, здесь не просто количество. То есть, во-первых, по областям наук, во-вторых, количество публикаций, в-третьих, есть регламент, сколько изданий должно быть в международных реферативных базах и системах цитирования. Мы с вами говорили о том, что следующий у нас вебинар будет об изменении требований, которые грядут, и очень серьезные изменения грядут. Так вот, мы ждем, мы все ждем, мы ждем, мы ждем, когда ВАГ такое решение примет, потому что рекомендации ВАГ по этому поводу уже есть. Так вот, диссертационные советы, которые самостоятельно присуждают степени, они уже ввели это требование официально. И если вы вдруг хотели защищаться в обычном ВАГовском совете, а потом передумали и решили защищаться, например, в диссертационном совете самостоятельном, то вам просто может не хватить публикации определенного типа. Поэтому, конечно, здесь поиск диссертационного совета это важная задача, которую нужно решить. Ну, и я хочу вас сориентировать, наверное, для некоторых из вас сейчас, может быть, какие-то сомнения возникли. Вы, например, хотели защищаться в самостоятельном диссертационном совете, а сейчас, может быть, как-то поднапугались, может быть, это очень сложно или еще что-то, или, может быть, там мало работ защищается. Вот для того, чтобы у вас была ясность, вот вам информация, которую я буквально вчера взяла с сайта ВАГ. На данный момент, на 9 марта ситуация была следующая. ВАГовские советы в ближайший месяц примут у себя 697 защит, если все будет как в объявлениях, которые размещены на сайте, если не будет никаких срывов разного типа и кандидатских, и докторских. А советы, которые самостоятельно присуждают, 147. Казалось бы, ой, так тут там в 5 раз, можно сказать, меньше и так далее. Я напомню, что там очень мало организаций имеют право это делать. И даже пусть не в каждой из 23 организаций по несколько диссертационных советов, может быть, где-то по одному, где-то по несколько, но их все равно намного меньше, чем тех советов, которые в ВАГовском, скажем так, поле находятся. Поэтому, в принципе, достаточно значительное количество работ, которые уже защищаются в этих советах. То есть понятно, что преодолеть вот эти какие-то ограничения, это возможно. Кто и когда будет искать вам диссертационный совет для защиты, вообще нужно ли это делать, да, и вот такие вопросы. Кстати, друзья, если у вас по первому блоку есть вопросы, вы, пожалуйста, напишите в чат, я вернусь, посмотрю и обязательно на них отвечу. Если вам все понятно, то дайте мне, пожалуйста, знак. У нас есть вот это чудесное пламя, которое находится рядом с чатом, да. Подайте мне сигнал, что все в порядке, мы продолжаем, что все в этом смысле по первому блоку понятно. Благодарю, благодарю. Давайте теперь посмотрим вот на этот вопрос. Для большей части аспирантов, вот особенно аспирантов, вопрос поиска диссертационного совета вообще не стоит. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, человек думает, что сначала надо написать работу, думает человек, и, в общем, в какой-то степени он прав, но только отчасти. Вторая мысль, которая рождается, ну, не я же буду это делать, это будет искать, наверное, мой научный руководитель. Эта мысль, в принципе, конечно же, правильная. Очень часто ваш научный руководитель предложит вам диссертационные советы. Когда-то это будет один совет, например, членом которого он является. Когда-то это будет там несколько советов, с которыми у него установились академические связи. Может быть, он уже возил туда на защиту людей, может быть, там контактировал с представителями диссертационного совета. Это прекрасно, когда такая ситуация имеется, когда ваш научный руководитель активный, когда он принимает участие в решении вот этих вопросов. Вообще задача научного руководителя, конечно, по-хорошему, вот эти организационные вещи, мы не всегда правильно понимаем, зачем вам научный руководитель. Вот, в частности, для ситуации уже продвижения к защите, его роль, конечно, здесь очень высока, и вот для решения этого вопроса он вам тоже, конечно же, необходим. То есть вы не сможете принять это решение полностью самостоятельно. Поэтому первый вариант – это научный руководитель вам сделает какие-то предложения. В этом случае это совершенно не означает, что вы как бы безмолвный какой-то человек, который не может иметь свое мнение и так далее. Вы можете узнать об этом предложенном совете какую-то информацию, если вас что-то напрягает, обсудить с научным руководителем, и, может быть, там найдутся какие-то другие варианты. Ну, допустим, буквально ситуация, может быть, неделю, может быть, дней 10 назад, когда у меня участница с индивидуальной консультацией поделилась со мной проблемой, когда научный руководитель является членом диссертационного совета, действие этого диссертационного совета приостановлено, а диссертационный совет в организации, где готовится диссертация, он просто вот по мнению и там по отзывам тех, кто там защищался, он просто убийственный. То есть получается, что люди оказались, имея конкретный диссертационный совет, оказались в ситуации необходимости выбора. И тот же научный руководитель столкнулся с тем, что он не может предложить адекватный диссертационный совет, и пришлось подключиться самому аспиранту. Значит, другая ситуация, это когда диссертационный совет ни вы, ни ваш научный руководитель не выбирает, потому что он как бы предопределен тем местом, где либо вы обучаетесь, либо место, где готовится диссертация. Так часто бывает. Почему? Потому что мы сейчас выше с вами говорили, что диссертационные советы очень заинтересованы в защитах. Конечно, они заинтересованы в защитах качественных работ. Тоже понятно, почему мы с вами говорили, не дай бог две работы отменят ВАГ, совет сразу прекратит свою деятельность. Поэтому, конечно, здесь эта заинтересованность есть. И если вы, я не знаю, работаете или учитесь, прикреплены к кафедре, на базе которой есть диссертационный совет или вуз, в котором есть свой диссертационный совет по вашей специальности, то очень часто ваш отъезд из защиты в другом месте вообще рассматривается как некая предательство, что вот вы не дали возможности организации, которая вас, что называется, вырастила, показать результаты какие-то с точки зрения защиты диссертации. Поэтому вот эта ситуация чуть, конечно, в большей степени вас ограничивает, потому что может оказаться, что выбора нет. Но, тем не менее, тогда мы начинаем копать и выяснять, особенности этого диссертационного совета для того, чтобы максимально четко удовлетворить требования и чтобы все было благоприятно. Если же ваш научный руководитель не является членом диссертационных советов или он очень занят, или он только начинает сопровождать аспирантов, декторантов, у него еще не сложились академические контакты, он не может вам посоветовать диссертационный совет, он вам говорит о том, что давай ты посмотри, давай я посмотрю и там определи. Вот в этот момент может возникнуть ситуация, что вам надо представлять, по крайней мере, как искать диссертационный совет и как вообще, на что обратить внимание при этом поиске. Поэтому, собственно говоря, вот об этом дальше мы и будем говорить, если потребуется ваше участие в этом вопросе. Когда искать диссертационный совет? Очень часто эта практика, сложившаяся давно, это такая старая практика, когда диссертационный совет ищут перед защитой. И поэтому, именно поэтому, такая конструкция в голове у многих аспирантов и существует, что сначала работа, а потом уж искать совет. Как-то даже неудобно искать диссертационный совет, если у меня только название темы и там две публикации. Ну, Наталья Модестовна, про какой совет вы говорите? Да, друзья, я говорю, что на этом этапе уже можно начинать искать диссертационный совет, как бы это смешно ни звучало. Почему? Потому что все, что регламентирует ВАК, мы с вами понимаем, мы можем посмотреть, какие есть к вам требования и так далее. А вот все, что регламентирует конкретный диссертационный совет, это вы можете узнать, только поняв, под какой диссертационный совет вы настраиваетесь, то есть готовитесь. И очень часто вы, допустим, выбрали, особенно те, кто пишет, а потом ищут диссертационный совет. Вот написана работа, все вроде бы там в организации, где она готовилась, ее посмотрели, почитали, работа нормальная, выбрали диссертационный совет. В диссертационный совет договариваемся, чтобы ее посмотрели, и выясняем, что не совсем так, как они хотели бы, не совсем так, как у них принято. И вам начинают говорить такую фразу. Работу надо заточить под диссертационный совет. И что вы делаете? И вы начинаете переделывать. То есть с точки зрения эффективности вашей деятельности, затрат времени, энергии и так далее. Это, конечно, менее благоприятный вариант, поэтому я сторонник того, что диссертационный совет нужно определить заранее, хотя бы несколько, и ориентироваться уже, что они от вас захотят, для того, чтобы выполнять их требования. Потому что те требования, ну, они требования-пожелания, я их не случайно так назвала, потому что только у самостоятельно присуждающих диссертационных советов есть официальные требования, а у тех диссертационных советов, которые под отчетный ВАГ, они как бы должны быть в рамках тех регламентов, которые ВАГ установил, но все равно у них есть какое-то представление о том, сколько у вас должно быть глав в работе, есть ли там параграфы, и какая величина этих параграфов, какой объем работы. Допустим, когда я защищала кандидатскую, докторскую диссертацию, да, приехала я на предзащиту, и приехала еще моя коллега, с которой мы должны защищаться. У меня работа была там по 400 страниц, у нее два тома. И я подумала, боже мой, ну, сейчас, наверное, мою работу сразу же там скажут, иди, иди, пиши еще один том и так далее. Нет, в итоге все произошло прямо наоборот, то есть вы должны понимать, ваш диссертационный совет, это так же, как на собеседовании, да, мы идем, мы себе примерно представляем, что ожидает работодатель от нас, как от потенциального работника. Точно так же, когда вы повезете свою диссертацию в диссертационный совет, вот это их ожидание, и то, что вы привезете, максимально хорошо, если это совпадет. Безусловно, там может быть определенные требования дополнительные по публикациям. Мы тоже, когда с вами говорили о публикациях, этот момент обсуждали, что ВАГ регламентирует минимум, да, то есть и он регламентирует только публикации в рецензируемых изданиях. Естественно, вас могут не взять с тремя ВАГовскими публикациями, если у вас больше вообще ничего нет, ни на конференциях, ни в каких-то там других изданиях, просто там в РИНСе, например, да, у вас могут просто какой-то диссертационный совет, может не взять, какой-то диссертационный совет, вы привезли докторскую, у вас нет монографии, он скажет, так, а мы без монографии, вас не возьмем. Или вы привезли монографию там 5-7 летней давности, а вам могут сказать, а нам нужна свежая, у вас старая монография. Это я конкретно, я вам сейчас примеры привожу, просто не говорю, вот там, кого конкретно из моих коллег или моих людей, которых я консультировала, это касается, да, то есть это абсолютно реальные ситуации, поэтому требования вот эти, мало того, что их нужно узнать, надо еще и понять, как их реализовать. И вот если, сейчас вижу вопрос, сейчас вернусь, и если вот вас интересует вопрос, как узнать эти требования, сегодня я на этот вопрос вам отвечу, покажу, где эти требования узнать. Если же мы говорим о том, как эти требования выполнить, и вам это непонятно, то, конечно, я вас тогда приглашаю на курс, потому что в курсе подробно подробно мы все с вами рассмотрим абсолютно от самого начала до самого конца. Курс с продолжительностью 8 недель. Я буквально 2 минуты вашего внимания сейчас отвлеку на курс, и мы продолжим. По темам вас ориентирую. Значит, во-первых, мы посмотрим на весь ваш путь, который вам предстоит пройти. Очень часто, ну, докторанты уже его лучше понимают, хотя тоже не все тонкости. Аспиранты вообще до конца не понимают, что за путь. Им кажется, что главное написать диссертацию. Это не так, это не совсем так. Второе, мы поговорим о том, а что именно нужно будет делать, о публикациях, о том, как их готовить эффективно, для того, чтобы использовать их не только как публикацию. Поговорим о том, какие шаги вам нужно будет реализовать для достижения вашей цели, то есть для успешной защиты, что в этих шагах стоит делать, что не стоит. Безусловно, поговорим о тексте диссертации, то есть о том, как ее писать. Поговорим о том, как готовиться, то есть как обрабатывать литературу, как использовать различные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Безусловно, поговорим об автореферате, потому что автореферат является неотъемлемой частью диссертации, даже если у вас написана диссертация, но нет автореферата, ни один диссертационный совет не будет смотреть вашу работу официально, потому что они существуют только вместе. Ну и в заключительной теме мы отвечаем на вопрос, а есть ли жизнь за пределами защиты диссертации, то есть что будет, когда вы диссертацию защитите, во-первых, как подготовиться к этой процедуре, во всех смыслах, и внутренней, и содержательной, и прочее, и что будет после того, как вы защититесь. То есть вот те, сегодня приводила в качестве примера документ заключения диссертационного совета, это не один документ, который вы увидите, надо представлять, какие они будут, в чем их особенности, как их готовить, потому что вы напрямую будете вовлечены в эти вопросы. И, в общем-то, люди, которые прошли курс, как раз вот говорят о том, что они вообще даже не озадачивались, насколько много деятельности придется провести, которая даже им в голову не приходила, что она существует. Но это действительно так, поэтому если вы хотите подробностей, более уверенного движения, и более спокойного такого, да, кто вооружен, тот более уверенно идет вперед, то, пожалуйста, приходите на курс. Там мы это все разберем. А вот сегодня, сейчас будем разбирать, как найти это место для защиты, то есть как определить диссертационный совет. А пока я посмотрю, что вы у меня спрашиваете. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в чат. То есть сегодня что-то прям говорю, говорю не останавливаясь. Так, вот скажите, пожалуйста, сколько по времени диссертационный совет должен рассматривать работу, чтобы одобрить или отклонить ее? Валентина, смотрите, значит, сейчас я буду отвечать на вопрос, только для диссертационных советов, которые под отчетный ВАГ, да, понятно, потому что у тех диссертационных советов свои регламенты. Так вот, официально диссертационному совету дается два месяца для того, чтобы принять решение. Почему? Потому что диссертационный совет принимает решение не из серии, что они вот по диагонали вашу работу посмотрели, да, они создают комиссию специальную, но эта комиссия проводит работу, изучает вашу диссертацию, принимает решение, и на основе этого решения уже диссертационный совет одобряет или отклоняет работу. То есть берет ее к себе или не берет. Поэтому этот процесс достаточно длительный. Мы как раз на курсе говорим о том, какие процессы можно ускорять, а какие не стоит ускорять, да, и если можно, то как их ускорять? Для того, чтобы не навредить себе. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Если еще что-то есть желание уточнить, задавайте. Друзья, по второму разделу все понятно? Дайте мне знать, пожалуйста, нашими огоньками. Замечательно. Прекрасно. Давайте тогда будем продвигаться дальше и посмотрим, где же мы можем смотреть, какой нам диссертационный совет больше подходит, и что нам нужно учитывать с вами. Итак, безусловно, когда вы начинаете заниматься, вообще, когда вам научный руководитель, например, говорит, что надо уже начинать искать диссертационный совет, то для человека, который это будет делать первый раз, это вообще такая страшная-страшная ситуация, потому что сам по себе диссертационный совет, само слово и сами эти обстоятельства, в которые вы постепенно приближаетесь к защите, они сами по себе кажутся пугающими. А тут еще и я должен сам себе этот совет найти. На самом деле пугаться не надо. Есть определенные этапы поиска диссертационного совета, которые я для себя просто в какое-то время определила, и сейчас сразу с вами поделюсь. Итак, первое, с чего нужно начать, нужно понять, в какой тип совета вы собираетесь отправиться. То есть это будет совет первого типа, который под отчетен ВАГ, или это будет тип совета, который самостоятельно присуждает ученые степени. Выше я объяснила, насколько это важное решение, потому что принимая решение пойти в советы, которые делают все самостоятельно, у них самостоятельные регламенты, вы должны будете в них вникнуть очень качественно. И, например, вот я все время рекомендую заранее сходить на защиту в этот совет, посмотреть, как происходит защита и так далее и тому подобное. В вашем случае вам не подойдет поход на любую защиту. Вам нужно будет пойти и посмотреть, как проходит защита именно в этом диссертационном совете. Потому что вот в ВАГовских советах плюс-минус похоже, хотя тоже рекомендую зайти прям в свой совет, посмотреть, почувствовать, как это все происходит и так далее, пока еще не на себе сделать какие-то выводы, полезные замечания себе записать. Но вот это первый шаг. Если вы выбираете самостоятельные советы, то вы отправляетесь на сайт организации, просто вводите в поисковик название образовательной или научной организации, при которой вы выбираете совет, заходите во вкладку «Наука». В разделе «Наука» обычно находятся либо аспирантура, либо диссертационные советы. То есть это могут быть отдельные такие вкладочки. Достаточно это все легко, интуитивно находится. Заходите на вкладку «Диссертационные советы» и смотрите всю информацию. Скачиваете все требования, читаете, изучаете, сравниваете, принимаете решение. Если же вы приняли решение о том, что это будет ВАКовский совет, то мы идем с вами на сайт ВАК. Что мы на этом сайте с вами увидим? Значит, а, да, прежде чем пойти на сайт ВАК, сейчас мы на сайт ВАК с вами сходим, нам нужно выделить советы, которые соответствуют не только вашей отрасли наук, но и шифру вашей специальности. Мы об этом с вами говорили. Поэтому, когда вы приходите на сайт ВАК, вы должны вот эти две характеристики помнить обязательно. Я сейчас покажу два важных момента, которые позволят вам не запутаться. Первый момент. Вот как попасть на эту вкладку? Вы заходите на сайт ВАК, с главной страницы вы уходите там на главной странице. Вот я, к сожалению, слайд забыла это сделать, но, видимо, для меня это кажется очевидным, но я вам сейчас прокомментирую. На главной странице ВАК, правая, верхняя, такой плашечка квадпрямоугольничек, там диссертационные советы. Вы когда мышкой наведете на этот прямоугольник, там откроется такое интерактивное меню. И, по-моему, вторая строка в этом меню будут действующие диссертационные советы. И вот обращаю ваше внимание, так я сейчас попробую взять указочку. Видно указочку, друзья, или плюсики, или огоньком? Подскажите мне, пожалуйста, потому что я ее вижу, я не пойму, видите ли вы ее. Все прекрасно. Вот смотрите, когда вы с главной страницы зайдете на диссертационные советы, вам нужно попасть на действующие диссертационные советы. Либо вы их выберете вот здесь, в этом меню, либо это вторая строка вот в том прямоугольном окошечке, которое я вам сказала на главном экране. И перед вами откроется вот такая вот возможность выбирать из нескольких ячеек диссертационные советы. Что мы делаем с вами сразу? Первое, что мы выбираем, это отрасль наук. Я привожу пример на своей специальности, дабы никого не обидеть, чтобы никто не сказал, почему не на моей, просто в качестве примера. Выбираем здесь экономические науки. Вы можете начать набирать, вам из выплывающего списка предложится выбрать область, которая вас интересует. Дальше мы вводим с вами специальность. Мы с вами вспоминаем, что у нас диссертационные советы могут принимать на защиту диссертации не более чем по трем специальностям. И важно понять. То есть опять же, некоторые говорят, у нас в институте есть экономический диссертационный совет. Вот это не совсем корректно. Почему? Потому что он экономический с точки зрения отрасли наук, но с точки зрения специальности, он покрывает вашу специальность или нет? Или, например, у нас есть педагогический совет. Ваша ли там специальность? Поэтому мы ставим здесь специальность свою, нажимаем Enter, и у вас автоматически происходит отбор. В этом же окне у вас откроется табличка. Она большая, эта табличка. Я просто, для того, чтобы хоть что-то читаемо было, потому что у них достаточно бледный шерифт, сделала только два примера, хотя, конечно, окно там достаточно большое. На что мы с вами обращаем внимание? Вот эти самые лайфхаки. Если ваша специальность подразумевает подразделы, значит, вы выбираете тот подраздел, по которому вы будете защищаться. Сейчас объясню. Например, специальность 08-005, экономика управления народным хозяйством. Я на слайде, вот вам показала. Имеет разные подразделы. И если я соберусь поехать в первый диссертационный совет с работой по этой специальности, но у меня подраздел по докторскому, региональная экономика, то этот совет мне не подходит. Видите, тут только подразделы ценообразования и экономическая безопасность. А вот, например, в следующий диссовет я могу поехать со своей работой, потому что у меня специальность совпадает и в скобочках указаны подраздел этой специальности, по которому я и собираю защищаться. И вот здесь еще в скобочках указана отрасль наук, что это будет. Вы будете там кандидатом или доктором экономических наук, защитившись в этом совете. И в этом совете можно защищаться вот по этой специальности. Вот этот нюанс понятен, друзья? Это очень важно, потому что я постоянно встречаюсь с ситуацией, когда мне, допустим, говорят, можно с вами проконсультироваться, какой совет выбрать? Пожалуйста, можно проконсультироваться. Человек мне высылает целую там 30-20 сколько-то советов, а там большая часть не подходит. Поэтому вот этот момент очень важный. Второе, что у нас может встретиться, на что тоже мы должны обратить внимание. Смотрите, другая ситуация. Я, например, защищаюсь по специальности 24.0001 теория и история культуры. Я выбрала себе специальность, не выбираю отрасль наук, забыла, что нужно выбрать отрасль наук, поставила только специальность, и у меня появился отбор этих диссертационных советов. Обращаю внимание, если в предыдущем примере у нас по одной специальности были разные подразделы, и это предопределяло выбор нами диссертационного совета, не в каждый совет мы могли поехать, то в этом примере, смотрите, по одной и той же специальности может быть защита в разных отраслях наук. То есть я, защитившись по специальности 24.0001, могу быть кандидатом к культурологии, а могу быть кандидатом исторических наук или доктором. То есть если я пишу по истории и по этой специальности, во второй совет я могу поехать, а в первый нет, несмотря на то, что там специальность моя. Но там защиты проходят по другой отрасли наук. Вот это тоже важный нюанс, поэтому, пожалуйста, не забывайте выбирать отрасль наук для того, чтобы случайно отобрать не то, что вам нужно. Это вот имеет большое значение. Кстати, напоминаю, что когда мы с вами ваковские статьи определяем, то есть ваковские журналы, прошу прощения, определяем, мы тоже с вами это же самое учитываем. То есть здесь вот некоторая аналогия в этом смысле есть, но поиск мы ведем в другом месте. Отлично, что информация полезна. Прекрасно, друзья. Дальше, смотрите. Мы с вами совершенно спокойно, раз мы делаем выбор. Понятно, вы, друзья, уж меня простите, но я экономист, и я считаю, что когда вы осуществляете какую-то деятельность, это нормально, если вы делаете ее рациональным, еще и с точки зрения своих финансовых возможностей, из финансовых вложений. И поэтому очень часто бывает целесообразно ограничить не только найти те советы, которые мне подходят по специальности, но и те советы, которые мне подходят географически. Если я этот отбор не задам, у вас может вывалиться вам 100 советов, и вы будете сидеть и копаться в этих 100 советах. Вам зачем это? Это вы потратите зря время. Я во всех наших встречах, курсах, где бы вы со мной ни встречались, я все время за то, что нужно быть эффективным, за то, что где можно, нужно оптимизировать без потери качества. Поэтому, если вы, например, живете в каком-то регионе конкретном, ну, не если, а естественно, вы живете в конкретном регионе, и если вы хотите защищаться где-то поближе к себе, у вас есть возможность на сайте ВАГ ограничить поиск либо городом, либо регионом, либо округом своим. Можно выбрать все, можно выбрать что-то одно для того, чтобы, ну, все-таки выбор какой-то у вас остался, чтобы это не один совет выпал вам. Хотя, конечно, если это город большой, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, там и так далее, крупные Новосибирск, крупные города, конечно, там будет не один совет, даже если вы город выберете. Почему географический отбор важен? Потому что мы с вами должны четко понимать, что когда вы напишите диссертацию, ваша самостоятельность в какой-то степени закончится, и вы вынуждены будете выполнять определенные требования для того, чтобы защититься. Вам, например, скажут, приезжайте и привезите кто-то. Вы только уехали, вам скажут, а вот давайте-ка еще вот кто-то. То есть представьте, вы какое-то количество раз точно поедете в этот город. Может быть, это будет не один раз, может быть, это будет не на один день. То есть вам надо будет там остановиться, например, жить, платить за проживание, за проезд и так далее. Более того, то же самое, когда мы с вами выбираем географически, мы должны еще одно обстоятельство учитывать, которое не напрямик с географией связано, но тем не менее. Например, есть люди, значительная, кстати, категория людей, которые считают, что я не хочу защищаться в своем регионе, я обязательно поеду защищаться в Москву или в Санкт-Петербург. Даже если это близко к вам, если уж это далеко от вас, то тем более вы должны все взвесить. И даже если это близко к вам, вы четко должны понимать, что чем крупнее город, тем, в принципе, ваши затраты будут больше. Даже официальный платеж за защиту, который есть в диссертационных советах, не везде, не всегда, не для всех аспирантов, докторантов, но тем не менее это есть. Безусловно, чем крупнее город, чем крупнее и солиднее вуз, чем более мощный диссертационный совет, тем дороже будет стоить для вас защита. И когда мы говорим о защите, например, кандидатской диссертации, это может быть там чуть меньшая сумма, но если мы говорим о защите докторской диссертации, опять же, на консультациях я слышу и вижу примеры, когда люди называют совершенно сумасшедшие суммы из серии 250 тысяч официальный платеж за защиту. Поэтому вот этот момент, то есть мы не просто подбираем себе диссертационный совет, мы учитываем те обстоятельства, которые либо затруднят, либо как-то хоть облегчат вашу ситуацию. И, кстати, когда я выбирала диссертационный совет для защиты кандидатской диссертации, я оказалась ровно в такой ситуации, географически у нас с научным руководителем были два совета на примете, и он мне сказал, ну, вот какой хочешь, такой, в принципе, и поедем. То есть у меня достаточно свободное было решение, можно было как бы выбор сделать, да. И вот фактор стоимости привел к тому, что выбор пал на тот совет, в котором я защищалась. Потому что второй совет, когда я задалась этим вопросом, ровно в два раза дороже была официальная плата за процедуру защиты. Поэтому это тоже имеем в виду, здесь географический фактор срабатывает напрямую, напрямую, помимо перемещения, еще и те затраты, которые вы будете нести в связи с самой защитой. Когда мы отобрали, вот ввели эти все критерии, обратили внимание на все тонкости, у вас появился список. Часть диссертационных советов, может быть, вам как-то не понравится, чисто вот внешне или что-то, вот что-то бывает интуитивно как-то сработает. Либо вы можете каждый совет, который у вас остался, если вы все эти параметры учтете, я вас уверяю, у вас будет достаточно ограниченный выбор советов. То с этого момента стоит проанализировать деятельность этих диссертационных советов. Что это значит? Даже на, уже теперь это не самостоятельные же у нас советы, да, мы в любом случае идем на сайт совета и смотрим. Сейчас, благо, у нас информация открыта. Мы можем посмотреть, сколько защит вообще за последнее время в совете было. Какие диссертации там защищаются. Очень часто я наблюдаю ситуацию, я просто помогаю вот этот отбор осуществить осознанно, да, и, соответственно, с людьми это провожу. Я, например, замечаю, что некоторые диссертационные советы вообще не имеют защиты докторской диссертации. Вот в принципе нет. А вы, например, с докторской. Ну, представьте, как вас там будут ждать в этом совете. Им вообще надо, надо, надо докторскую, потому что у них там три года, например, не было докторской диссертации. И у вас может быть преимущество в этом совете, потому что совет заинтересован. Или, например, вы видите, что там есть особенности, какие-то требования диссертационного совета, ну, например, связанные с публикациями. Сейчас информация же вся есть, вы можете посмотреть, сколько, каких публикаций они хотят и так далее. И тем самым вы как бы уже из их требований для себя выбираете. Вот этот совет с моей точки зрения мне подходит больше, этот меньше, а этот мне совсем не подходит. То есть вы не пальцем в небо ткнёте, да, а вы уже осознанный выбор делаете. После того, как вы из большого перечня отобрали вот эти оставшиеся, может быть, 3-4 совета, дальше вы возвращаетесь на сайт ВАГ, заходите, заводите шифр диссертационного совета. Вот там есть, давайте я верну. Так, сейчас вот здесь вот. Вот, посмотрите, вот есть такая формочка, да, такой фильтр, который называется шифр диссертационного совета. И у вас, например, уже есть 3 или 4 отобранных совета, и вы каждый по очереди вводите сюда название вместе с буквой Д и поехали, циферки, да. И вам покажут те работы, которые были защищены в этом диссертационном совете. Следовательно, что вы можете сделать? Вы можете прежде всего посмотреть, утверждены ли эти работы. Понятно, что мы смотрим там уже не вчера защищённые работы, да, внизу, вот если вы открываете диссертацию, кликаете по ней, диссертации, они являются, ну, как бы название диссертации, ну, является кликабельным. Вы заходите, попадаете на страничку с информацией об этой диссертации, и внизу зелёненьким написано, присуждена учёная степень кандидата наук, например, или доктора наук. Это значит, что эта защита не просто состоялась, эта защита утверждена в ВАГ. И вот, собственно говоря, как раз я предупреждала, что вот покажу вам, где это можно посмотреть, да, если две защиты отклонены, то совет имеет основание испытывать определённый прессинг со стороны ВАГ, и вам туда не надо явно. Поэтому проверяем на эти вот объявления, внимание обращаем. Следующее, когда вы вот эту работу всю проделали, у вас есть результаты вашего отбора. Не кто-то вам сказал, не кто-то вам посоветовал, а вы с учётом всех своих взглядов, своих требований эту работу провели, вот тут перед вами есть два, например, или три оставшихся совета. Вы обсуждаете результаты этого отбора с научным руководителем. Вы объясняете, что у этих вот так, вот у этого вот так, и так далее, и тому подобное. Соответственно, в итоге вы на каком-то одном или двух советах сойдёте. И это решение будет взвешенным. И когда вы это решение примете, вы уже будете всю свою работу строить в соответствии с теми требованиями, которые есть у этого диссертационного совета. Этот совет станет вам понятнее. Если вы в этот совет съездите ещё на защиту, посмотрите, может быть, даже не на одну, тем более, если вы в начале пути, вы сходите, посмотрите, как проходит, какая атмосфера в этом совете, какие вопросы, вообще, как голосование, ну, то есть какой результат голосования, да, насколько там бывает ли там, что люди не поддерживают работу или нет. То есть это утвердит вас в вашем выборе и немножечко вас успокоит. Потому что когда нам диссертационный совет просто дают, вот говорят, мы поедем в этот совет, и вы о нём ничего не знаете. Это такой источник стресса, с которым надо бы поработать. И поэтому даже если совет будете выбирать не вы, все шаги, о которых мы сегодня говорили, они абсолютно актуальны для того, чтобы вы сняли с себя вот эти лишние переживания, потому что надо себя беречь во время подготовки, диссертация, да, вы же не просто её готовите, вы же живёте, расходуете свой жизненный ресурс, так вот этот ресурс надо поберечь. И поэтому вот всё это можно сделать по отношению к этому совету, который вам предлагается, и обсудить с научным руководителем, например, если он настаивает на этом совете, а вы видите, что этот совет может быть либо закрыт, либо у него какие-то проблемы, либо он очень сложный, либо он какой-то странный вам кажется. То есть вы обсудите, и вполне возможно, что выбор изменится, да, потому что тут вы не голословные, а вы конкретно будете говорить об определённых особенностях, которые могут напрягать или вызывать какие-то сомнения. Вот, друзья, я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча была полезна. Я прошу вас дать обратную связь в чате, если это так, насколько, что там вы узнали, полезная, неполезная информация, и, безусловно, приглашаю вас на следующую нашу встречу, которая состоится уже достаточно скоро, 22 марта, и мы с вами как раз-таки поговорим о тех изменениях, которым стоит готовиться, потому что они, как обычно, да, они не принимаются, не принимаются, не принимаются, копятся, а потом возникают сразу все в куче. И если человек не отслеживает те изменения, которые могут произойти, то получается, что ситуация может быть не слишком приятная, да, к чему мы не готовы, это, конечно, вызывает определенное напряжение. Поэтому приходите, обсудим, может быть, вы поделитесь какими-то своими знаниями в этом вопросе, может быть, у вас есть какая-то информация о том, что изменяется в ближайшее время, или потенциально мы ждем. Ну и, конечно, если у вас есть необходимость разобраться в самом процессе подготовки, диссертации, вы затрудняетесь, не знаете, с чего начать, или, не дай бог, собираетесь бросить этот процесс, подождите, не бросайте, придите на курс, я вам расскажу, как это все организовать, и вы дойдете до своей цели, я в этом убеждена. Ну и, соответственно, все как всегда. Если сегодня информация для вас была полезна, но вы хотели вопрос задать, но забыли, постеснялись, он возник позже, без проблем, пожалуйста, пишите на электронную почту, я на вопросы отвечаю, и, пожалуйста, обсудим те вопросы или сложности, которые у вас есть. Я вас благодарю, друзья, за то, что вы были сегодня со мной. Увидимся, и сегодня всего доброго, я с вами прощаюсь. До свидания.